Привет дорогие мои друзья, с вами Воблер и добро пожаловать на канал, а то у нас игра последний день на земле. Сегодня мы вместе с вами отправимся на новый рейд. Мы выполняли задания, даже я делал ролики как мы выполняли эти задания. Мы ходили на слепого охотника, мы вместе с вами выдержали 20 волн в полицейском участке и более мелкие я выполнил вне роликов. Сегодня же мы посмотрим, как нас наградят рейдеры и что за базу они нам покажут и сможем ли мы с этой базы вынести какой-то крутой лут, потому что база это еще одно дело, а вот найти этот лут совершенно другая тема. И тут у нас база, плеер 9676. Посмотрим, что этот плеер нам принесет. Может быть даже что-то выйдет и толковое, потому что задания были нелегкие, но с другой стороны всего лишь 60 репутаций у меня здесь в игре, потому непонятно, что за базу нам покажут рейдеры. Итак, мы приехали и изучаем. База у нас деревянная. Вижу все из дерева, надо все аккуратно обследовать. Так, топорик, 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 все топорик. Значит, с помощью топориков мы сюда заходим. Просто отлично. А вот с какой стороны нам подступиться, черт его знает, чтобы поменьше этих различных перемычек нам пришлось здесь разрушать. Я не вижу здесь никаких сундуков. Вообще ничего не вижу. Может быть... Давай отсюда. Вот здесь давай. Была, не была. А, колья тоже есть. В принципе, неплохо. Давай заглянем в пикап. А в пикапе здесь все просто отлично. Ничего нету. Ничего нового. Бьем. Посмотрим, что нам база принесет. Ну, я такие задания выполнил. Что же ты, база? Блин, ну ты посмотри. Как здесь непросто. Прям ящики эти. Угу. Прямо она вся так обгорожена. А ну давай сюда будем рубить. Слушай, ну реально как-то многовато здесь стен. Вам не кажется? Ну давай. Блин, здесь чоппер. А я через окно его не увидел. Ай, не увидел. Без... Ай-яй-яй-яй. Как нехорошо-то, а? В какую сторону мне рубить? Давай сюда будем. Блин, ну что-то мне уже не нравится, как у нас тут все получается. Ё-моё! Это что вообще за коридор такой? Это что-то... А, уже зомби стоят. Ну понятно. Надо с ними разбираться-то. С первой волной зомбарей покончено. База довольно хитрая, я вам скажу. И вот... Ха-ха. С какой нам стороны подступиться? Даже и не знаю. Но тут тоже какой-то коридорчик. То есть, наверное, сюда надо рушить. Смотри, сколько комнат. Возможно, здесь АТВ. А может, черт его знает, что даже может быть. Короче, рубим. Давай будем смотреть. Придется все-таки громилу... А, у меня топорики закончились. Так, так, я не понял. Почта, выручай. Слушай, я взял 4 топорика и их маловато, оказывается. Давай. Еще! Да что же это за база, ёлки-палки такая, а? Давай где-то здесь будем рубить. Вообще какая-то жесткая бронированная. Я уже полбазы разнес и... Давай, давай. Блин, ты посмотри. Смотри. Мы просто всю базу практически вскрыли. И непонятно, где что находится. Слушай. Это что за фигня? Давай будем рубить. Смотреть. Уже 50. Смотри. Сколько мне еще придется топоров с почты забрать? У меня уже топоры заканчиваются. Заканчивается. Ёлки-палки. Лучше бы, мне кажется, база была каменная. Я бы просто сишкой взорвал, зашел и все. Здесь же какая-то жесть происходит. Вот это что такое? Здесь есть ящики или нету? Давай руби. Уже 69 шума. Еще топор надо. Это жесть какая-то. Это реально безумие. Слушай. На эту базу невозможно. И тут один ящик стоит. То есть... Ох-ох. Да, зомби там на улице стоят. Кстати, если они там стоят, значит громила сюда, получается, не пройдет. С этими зомбарями тоже покончено. У нас уже 60 шума. Сколько ящиков считаем? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь ящиков нам нужно здесь скрыть. Ну, я не знаю, есть смысл вскрывать эти вообще станки или нету. Я не думаю, что там будет что-то такое сверхъестественное. Но база реально какая-то бешеная. Так, я не знаю, громила пройдет, здесь не пройдет. Наверное, же не может пройти, коль здесь стоит ящик, да? Ну, ладно. Но нам все равно его надо вскрыть. Я бы такой, чтобы, наверное, мотоциклом перекрыть это. Или как нам вообще это все сделать? Даже не знаю. Давай, наверное, все-таки сюда возьмем глок эту фигню. А, мы выкидывать не можем. Нам надо все равно какой-то ящик вскрывать, потому что нам надо как-то убежать домой. Пусть первый ящик будет вот этот. Потому что он как-то отдельно стоящий, стоял такой, типа, крутой. Блин, ну, 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 что такой? Ну, не очень мне нравится он. А, я не помню, сколько за приездом шума дается. Ох, ну что-то надо вывозить. Вот сломаем. Уже 77, смотри. 85. Ну, тут еда. Ладно, еду, наверное, отвозим. Что-то такое не очень мне нравится. То, что у нас сейчас происходит. Ну, воду я точно везти с Райда не буду. Это, мне кажется, вообще жестяк. Воду, называется, домой повез. Ничего пока что интересно не нашли. Что-то зомби стоят, наверное. Ага. Давай мы сейчас пистолет от у всех вырубим. Что, давайте в чопер вложить то, что есть. Мне кажется, домой даже, возможно, придется топорики везти. Я не знаю, что нам придется еще везти. Так, ну, давай как-то... Как-то вот так вот, наверное. А птички нам все равно нужны. А, этот остался топорик. Ну, давай еще чего-то наберем. Пока что я разочарован. Ага, 85 шума сейчас у меня. Я вам хочу сказать, ребята, что база насколько хитрая, что просто так ее зарейдить невозможно. Это хорошо, что у меня на почте остались топорики. А если бы не было топориков, как бы я ее вообще лутал? Все обычные люди, да, когда ходят на базу, ну, берут максимум 4 железных. Вы же видели, сколько мне пришлось вообще потратить железных топориков для того, чтобы сейчас открыть все стены. Чтобы вообще посмотреть, какой лут есть на базе. Ну, это реально непросто, мне кажется. Ну, потому что... Блин, ну-ка. Сюда прийти с обычными вы бы не смогли открыть. Сколько мы стен порушили. Теперь мне надо как-то начинать что-то вскрывать. У нас еще есть раз ящик и не вскрытый. Два, три, четыре. Но возле костра какие могут быть ящики? Мне кажется, фигня какая-то, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть ящиков нам надо взломать. Станки бессмысленно взламывать, мне кажется. В них ничего интересного не будет. Потому явно в них не будут какие-то алюминиевые слитки на этой нищенской базе. Сейчас постараемся, наверное, взломать вот этот ящик. Потом перегородить чоппером. Хотя можно было бы ящики не взламывать. Но, с другой стороны, мы не узнаем, что находится внутри. Правильно? Вот, девяносто три. Сейчас пока никто не прибежал. Нам надо будет сейчас положить в чоппер. Так, ну тут у нас изолента. Давай берем. Наверное, все-таки возьмем. Я не знаю, зачем эти болты. Возьмем здесь хотя бы, может, одна медь может выпасть. Я возьму клей. Бензин сейчас зальем. Ну, наверное, вот так вот как-то, да? И нам надо что-то уже ложить в чоппер. Потому что мы сейчас подгоним чоппер. И к чопперу мы не сможем подойти. Там будет бегать громила. А с громилкой не все так просто. А потом заедем. Давай, давай. Не смелее. Что ты как первый раз будто заезжаешь. Ты же не первый раз заезжаешь. А? Персонаж. И какого перца ты слез на эту сторону? Чтоб ты сто лет жил и зомби тебя не кусали. Давай мы сейчас как-то... А как мне вообще это сделать? Честно, я даже не знаю, как мне это сделать сейчас. А, можно изнутри. Прям вообще вот так вот. Смотри. Называется перегородил. О! Мне кажется четенько. Сейчас надо взламывать какой-то центральный ящик. Потому что там будет громилка. Здесь громилка нас, наверное, не ударит. Да? Потом я быстро бегу сюда. Ломаю. Ага. Здесь будет колья. Возможно... А как? Колья надо было сломать? И она... Можно вот этот центральный. Да? Ага. Потому что здесь громила может сквозь этот вырубить меня. Сквозь окно. Угу. Угу. И здесь вообще не совсем удобно. Может даже наоборот. Надо вот этот ящик первый скрыть. Смотри. А потом сюда вот так вот подбежать. И громила отсюда будет бить. Хорошо. Договорились. Давай пробуем так. Раз. Два. Три. Все. Так, громила сейчас. Давай, давай. Подбежал. Раз. Быстро побежали. Глянули. Ой. Не то сделал. Не то я сделал. О. Оружие какое-то. Оружие. Не увидел. Ну, это будет довольно сложно. Дело в том, что, ребята, у меня ног сподлагивают. Я зашел. У меня две минуты. Картинка дергалась. Двигалась. Я не знаю, как тут сейчас все происходит. Давай мы сейчас вот так вот как-то будем выбирать. Что у нас тут есть? Это мы не можем. Что я взял? Я вообще хоть что-то взял. Ага. Взял мачете. Вот это я взял. Да. Не совсем будет удобно сейчас. Перек... Так. Что за звуки? А. Это они меня бьют. Совсем удобно перекладывать будет. Ага. Даже кирку я забрал. Зачем эти семена мне? Давай подкушаем. Давай еще глянем, что у нас тут, а? Пистолет. Пистолет, пистолет. Только не телепортируйся, пожалуйста. Пистолет. А, и надо было пистолет взять вместо вот этого фигни, блин. Топорика сломанного. Ну, топорика нам должно, по идее, хватить на ящики. Я надеюсь. Давай мы сюда как-то. Давай, давай, беги сюда. Только, пожалуйста, мне сквозь этот, сквозь чоппер не долбани. А? Ударили, подбежали. Ох, как я нервничаю. Я не эксперт, я только учусь. Потому. Мне надо вот этот ящик открыть, мне кажется. Ох, у меня еще... Так, давай, давай. Чуть-чуть туплю, у меня еще рука побаливает. Ладно. Что у меня есть? В принципе, неплохо. Взял микросхемку. Тоже хорошо. Главное, не писать туда. Побежали потихонечку. Что тут? Два ключа вместо вот этого. Хорошо, там телефоны еще были. Побежали. Телефоны вместо дерева. Пожалуйста, не телепортируйся. Так, теперь я бегу сюда. Вы должны меня отсюда где-то бить. Бейте отсюда, хорошо. Так. Ты меня бьешь. Давай еще. Раз. Два. Что-то сломалось. А что там сломалось? Топорик? Давай. Оу-оу-оу-оу. Что-то интересное там было. Талоны сюда. О, там и красные были. Ну что, придется красные брать. Красное вместо вот этого. Хотя можно было вместо чего-то другого. Неудобно. Ящики расположены. Вообще неудобно сейчас работать здесь. Вот так вот. Но как-то пытаемся что-то. Там еще телефончик был, да? Краем глаза увидел. Давай посмотрим, что телефончик сюда. Спутниковая фигня. Так. Давай мы побежим сюда. Бейте меня здесь. У меня таборики еще есть. Раз. Два. Подходим. Раз. Два. Сломал. А, там еще один не сломанный остался получается, да? А что у тебя? Аптечки. Место. О, там еще бинты были. Кстати, аптечки можно как-то сюда положить. Восемь аптечек украл. Главное не забыть, что куда еще домой притащить. Бинты. Бинты. О, ткань там. Или ткани там мало, наверное, все-таки, да? Ткань, ткань, фигня. А, зато можно сейчас сделать бинты накрафтить. Можно ткань положить вместо вот этого и здесь крафтить сразу бинты. Смотри. Сейчас мы отсюда вынесем вот так вот. Возвращаемся. Сразу переходим на крафт. Все равно шум я ничего не подыму. Шум уже подняли мы. Смотри, сразу здесь производим бинты. Ну, ваша фабрика, ребята. Так, бинты есть. Ткань есть. Можно ткань сюда еще. А можно просто вот так вот побежать. Все. А, там еще 20 тканей осталось. Смотри. И здесь. А здесь вместо чего? Место. У нас вместо чего-то нет. Ага. Можно, в принципе... Надо что-то положить. Какую-то, допустим, кирку. Или топорик вот этот положить. Топорик сюда. Бинты сюда. И вот так вот. Что нам еще надо? Ну, по крайней мере, глок забрали. А, надо еще что-то выложить. А что выложить? Железный оставим. Бинты. Тут не хватит. Кирку. Кирка нам нафиг не нужна. Кирка. До свидос. Мы с тобой прощаемся. Теперь здесь берем и крафтим бинты наши. Там должно быть место, в принципе. Смотри. Сколько бинтов мы еще вынесем. В принципе, неплохо. Там я, по-моему, шесть бинтов потратил. Так. Что мы имеем пока? Смотри. У нас еще есть два слота чем-то забить. Полезным. Даже. Ага. Даже чуть больше. Надо здесь вот как-то аккуратно, чтобы меня Громила не приговорил. Так, Громила побежал. Все. Ты меня ударил. Ты красавчик. Раз. Два. Я возле тебя. Вроде бы там ничего такого и не было, да? Но я не знаю, то есть. В принципе, мне кажется, это самый удобный лут. Но очень много всего нам пришлось потратить топориков, чтобы вообще посмотреть, что тут находится. Нифига интересного. Просто нифига. Доски брать? Ну, доски брать довольно жестоко, я вам скажу. Доски выносить с рейда? Ну, а у меня есть... У меня есть выбор. Мне кажется, выбора у меня нету. Там просто окно. Он мог у меня через окно уработать. Давай еще раз проверим, что тут у нас. Ломик. Ломик вместо топорика. Молотки! И-и-и! Молотки! Боже мой, молотки надо. Молотки вместо чего? Молоток вместо топорика. И молоток вместо досок. Ядрыть колотить. Молотки, ребята. А что я их сразу-то не заметил? Так. По чуть-чуть. Бежим. Молоток сюда. Ударили. Хорошо. Молоток сюда. Все. Ну, там еще какое-то оружие было. Но оно мне вообще неинтересно. Ну что, ребята? Телепортируемся домой? Мы пришли с райда. Давайте подведем итоги райда. Я скажу свое мнение по поводу этого всего. И заключим уже итог. Райд удался или нет? Начнем с того, что в принципе ресурсов мы вынесли довольно много. Потому что мы воспользовались всеми возможными методами в игре. То есть различными уловками, хитростями и другими моментами, да? При том, что у меня топовый чоппер. То есть у меня там все слота открыты. Кстати, последний раз, когда я только что возвращался с райда, у меня в чоппере было еще три слота, по-моему, незабитых. Ну, дело в том, что я не рисковал туда ничего ложить. И там было рядышком громило. Малейший какой-то нюанс. Малейшее мое неправильное движение. И полностью у рейд накрылся. Так как у меня чуть-чуть побаливают руки. Я с зала пришел, чуть перетренировался. Из-за этого получается, что как-то координация совсем неправильна у меня сейчас. И пальцы не слушаются моей команды мозга. И получается, что не хотел лишний раз рисковать. В целом, если посмотреть, то я скажу, что рейд удался, потому что я не затратил ни одной сишки. Я потратил всего лишь шесть бинтов и одно мачете, да? Да, много топориков ушло. А так я вынес, в принципе, огнестрел. Да, половину я еще своего огнестрела выстрелил по зомбарям. Вынес огнестрел, получил здесь дополнительную еду, два ключа, микросхемка, бинты. Тут, скажем, не совсем я окупился, потому что я потратил очень много топориков. Я потратил четыре топора. Из дому я принес. Плюс еще, по-моему, с почты четыре раза брал или пять. Потому что в целом рейд такой себе, серединка. Но я еще раз скажу. Это при том, что я использовал все-все уловки, все моменты. И при том, что с почты я взял топоры. Если бы на посте не было топоров, рейд бы полностью обломался. Если бы у меня не было чопера, что я перегородил дорогу до громиля. Я бы не смог открыть все ящики. То есть, в целом, в игре здесь очень сложно рейдить. Настолько сложно, что даже, мне кажется, выполнять эти сложные задания рейдеров намного легче. Потому, в целом, рейд так себе. Но, если считать, что я не потратил сишку. Я просто, как игрок, играл, там выполнил задания какие-то. То, в целом, как бы и неплохо. Давайте мы сделаем традицию. После каждого рейда, ставить оценку рейду. Начиная, скажем, от одного до десяти, по десятибальной шкале. И мы будем учитывать, как много ящиков нам пришлось открыть. Какой мы вообще вынесли лут. Как мы вообще готовились к этому рейду. Потому, что задания рейдеров, которые мы выполняем, тоже можно считать рейдом. Потому, что это часть рейда. Легкие задания ты выполнил, там, ненапряжные. Ну, значит, ты получил такой вот лут. Эти задания были довольно сложные. Потому, что мне надо было в полицейском участке зачистить 20 волн. А на 20 волн я потратил 8 огнестрела. Ёлки-палки. 8. Не считая, конечно, какие-то другие позиции, да. Потому, я бы этот рейд по десятибальной шкале сделал бы пятерочку. Вот пятерку, пять звездочек, да. И я думаю, что такая оценка именно от воблера. Какую оценку вы можете поставить рейду? Обязательно пишите в комментариях. Просто пишите цифру. От одного до десяти. Как вы считаете, пять, то есть ставите пятерку. Ставите восемь, либо десять, тройку и пишите там. Пять, либо мало лута было, либо пять. Сложное задание. Я думаю, что я, когда буду ходить на рейды, я буду вам показывать не только сам рейд, но еще и задания, которые мы выполняли. Чтобы вы, особенно те, кто играет в эту игру, вы понимали, насколько рейд вообще был удачный или нет, да. Вот такая вот тема. Кстати, рейдерам тоже надо что-то отдачь. Вот такой вот, ребята, был рейд. Оставайтесь на канале Воблер, смотрите другие видео, заходите в плейлист по игре Последний день на земле. Там очень много всего интересного. Там больше двухсот роликов по Last Day. Я думаю, что вы для себя что-то найдете. А есть и другие андроид игры, которые вас тоже заинтересуют. Оставайтесь на канале. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok